Ребята, внимательно сейчас смотрите, какую обалденную позицию покажет бывший чемпион мира по игре World of Tanks из бывшей команды Na'Vi iServer на танке Carnarvan Action X. Вот просто сейчас смотрим, куда же он поедет. Также в этом ролике вас ждет невероятная битва суперстатиста и чемпиона мира, который у вас сейчас на экранах, против трех других статистов. Это бирюзовый пацан на Т-44-100, это два зеленых пацана на ЛТшниках, и битва их будет красивейшей. Поэтому сейчас просто смотрим, с чего все начиналось и как дальше будет продолжаться. В общем, наш герой сначала посмотрел вниз, подумал поехать на точку тяжей, но как иногда бывает в нашей игре, и отчего лично у меня подгорает одно место просто на 100%, союзники почему-то бросают один из флангов, хотя у нас в команде целых 4 тяжа на самом деле, и по идее они должны были поехать вон туда сражаться вниз, даже несмотря на то, что в данном бою две артиллерии, это действительно место для тяжелых танков. Но абсолютно полностью все тяжи бросили целый фланг. И как это бывает часто, ребят, вот в такой ситуации, это уже первый признак быстрого слива. Если команда как-то аномально разъезжается, бросает одно из ключевых направлений, или всей толпой остается стоять в кустах на базе, зачастую спустя 3-4 минуты счет уже в ноль проигрышный, и сливаются все. И вот это я сам часто замечаю почему-то в рандоме, зачем-то вот так вот игроки делают, как ты в этот момент не кричи в чат, как не рассказывай там союзникам, куда надо ехать, они все равно будут следовать своему, может быть тупому, но плану. В общем, давайте смотреть, что же придумал наш герой против этого вот, казалось бы, неминуемого поражения делать. Видим, что противники прокатились через низ себе спокойно, приехали туда, наверное, ждали какой-то битвы, но в итоге ни одного танка там не нашли, и уже выкатываются на нашу базу. Казалось бы, в это время наша союзная команда, которая всей толпой поехала на одно направление, должна там что-то сделать. Но зачастую, ребят, в рандоме происходит абсолютно противоположно все. Если команда едет на один фланг, она не давит его толпой, а сливается там толпой, да, вот так вот. Тем более в бою действительно здесь по две артиллерии, а это значит, что закинуть в эту толпу фугас арте будет ой-ой-ой, как приятно. В общем, мудрили-мудрили, да перемудрили. Видим, что вместо того, чтобы нормально сражаться, нашему статисту на Кернерване приходится выдерживать какой-то адский деф под артиллерией, под засветом ЛТ и под фокусом огромного количества вражеских СТ и ПТ, которые стоят впереди и уже просто начинают штурмовать нашу базу. У первого Т-28 прототипа нервишки не выдерживают стоять дальше, и он решает давануть. Конечно, пару шотов мы ему отвешиваем, но похоже, это последнее, что наш герой может пока сделать с этой позиции. Приходится откатываться назад и еще, так сказать, молиться на то, чтобы нам вправо не надавали в город. Нет, здесь повезло, что вражеская Исуха-152 таланом рикошет. Если бы это было пробитие, понятно, что чем бы это все закончилось. Скорее всего, в ближайшие несколько минут наш статист уже готовился бы на отправку в ангар. Ну вот, все, как я и предсказал, ребят, происходит. Союзная команда, несмотря на то, что толпой поехала на один фланг, слила это направление, не продавила ни низ, ни верх. В итоге они остались зажатыми, фактически, вот здесь, в позиции на горке. И большой вопрос, смогут ли они нормально с этой позиции отыгрывать дальше. Потому что сейчас ЛТ-хи их будут перецвечивать, арта абсолютно открытую точку там без проблем простреливать. В общем, прогноз далеко не благоприятный. На нашего героя уже тоже готовится штурм. И ЛСВН-90 выезжает, похоже, с полной уверенностью отвесить нам свой барабан. Но удача оказывается на стороне киберспортсмена. Ёлка не то, чтобы не повреждает, она еще и получает несколько плюх и уходит отсюда ни с чем. Позиция выбрана неплохо. И, наверное, единственно верно. Потому что здесь от артиллерии нас скрывает скала. От ПТ она нас тоже, кстати, скрывает. Для того, чтобы заехать к нам противникам, нужно открыто сюда выкатываться. Поэтому такая правильная позиция для ДЭФа. Другое дело, актуальна ли она будет дальше. Ответ очевиден. Нет. Союзники сливаются. Скорее всего, сейчас за нами приедет толпа врагов. Поэтому нужно хотя бы попытаться как-то отдалить вот эту грустную участь нашего героя, поехав на другую точку приема. В это время последние наши союзники отправляются один за одним в ангар. Остается одна артиллерия вместе с нашим героем против, на секундочку, ребят, восьми противников. И вот сейчас последний союзник улетает в ангар. И наш герой остается один против восьми. Как вам такое? Добираем Ренегейта. Тут же давали дамаг по елке, но не добили. И с третий проезжает вниз и занимает очень опасную позицию. Прострелить его там будет сложновато, если он грамотно станет от башни. Тем не менее, нашему герою удается. Стоит еще отметить интересный факт. Пацан сохраняет в это время уверенность в своих силах и даже не заряжает голду. То есть, вот посмотрите, он в такой важный решающий момент перешел на ББ. Почему? Вот многие спросят. Здесь, конечно, нужно попытаться догадаться, в чем такая логика. Наверное, во многом он уже списывает со счетов свои шансы на победу и надеется хотя бы пофармить в данном бою, нанеся хоть какой-то дамаг противнику в последние вот эти минуты. Поэтому сохраняет еще желание стрелять ББшинами. Но как только вырисовывается малейший шанс, то есть нам удается добрать двухствольника, не получив от него дуплет, удается добрать наезжающего сзади ИЛСЕ ВН-90, Мы сразу же возвращаемся на голду, потому что пробить того же ИС-3, который вот там задефался в позиции, без голды практически невозможно. Тем более, видим, что даже с голдой его броня не всегда подчиняется законам физики. Ну что ж, давайте смотреть, получится ли у нашего героя сохранить деф. Потому что у врагов еще две мощных ПТ, две артиллерии, которые скорее всего сейчас начнут наглеть и начнут просто выезжать на то, чтобы полакомиться вкусной домашкой в виде последних ХП нашего Кернервана. Откатываемся назад и периодически заметьте, что делает наш герой. Во-первых, он сохраняет позицию так, чтобы не попадать под фокус артиллерии. Во-вторых, он проверяет ИС-3, который там вроде бы вдалеке стоит, но может в любой момент попытаться проехать. И нам никак нельзя его подпустить близко и получить дамаг, потому что в этот момент скорее всего вражеские ПТ тоже начнут подтягиваться. И с другой стороны оборачивается, потому что вполне возможно, что одна из ПТ уже едет для того, чтобы здесь нас встречать. Вот такая тяжелая ситуация, но опять же здесь очень важно не подставиться под арту, иначе все это может крайне плохо закончиться. И не допустить момента, чтобы противники начали одновременно с двух сторон нас зажимать и фактически разводить. На что они, похоже, сейчас и готовятся. Потому что вот такое длительное довольно затишье, не видно ни одного из врагов, а затишье очень часто, ребят, бывает перед бурей. Проверили одну сторону, тут же возвращаемся назад для того, чтобы проконтролить ИСа-3, который уже может ехать. Опасность еще в том, что ПТ-хита против нас очень-очень мощный. Это Борщ с его обалденным пробитием и Альфой в 490. Это ИСу-152, которая уже один раз дала по нам рикошет, и я сомневаюсь, что она готова к такому раскладу событий второй раз. Поэтому, скорее всего, будет стрелять наверняка. Выезжает Борщ, у него довольно много ХП, отстреливается по нам, но повезло сейчас реально, что немец не попал. И фактически сейчас на халяву удается, благодаря лютой скорострельности Кернервану, разрядить все снаряды в цель, все снаряды с пробитием Борща. Но, ребят, тут же нужно разворачиваться назад, потому что мы на секунду отвлеклись, и противники в это время сзади уже начали обходить. Заметьте, первым же выстрелом наш герой ставит на каток ИСу-152. И тут же ее расстреливает, не дав даже шанса стрельнуть. И сразу же добирает ИСа-3, который, как я и предполагал, собирался воспользоваться этим моментом и все-таки поддавить. Но смотрите, что происходит дальше. Мы получаем два фугаса от арты, остается 467 хп и никакой абсолютно гарантии, что сейчас артиллерия не закончит вот эту серию нагиба от нашего киберспортсмена. Ребят, пока наш воин и герой едет за последними противниками, я хочу вам показать сейчас на экране победителей нашего ежедневного розыгрыша премтанков или золота. Вот их комментарии с игровыми никами и наши чеки об оплате, ребят, поздравляем. А в этом ролике, парни, тоже будет розыгрыш премиум танков и голды от нашего канала. Для участия быстрее прямо сейчас спуститесь под ролик и подпишитесь на наш канал. Включите колокольчик и оставьте позитивный комментарий с вашим игровым ником. Также обязательно прожмите лайк этому видосу, ребята. Это очень важно. Быстрее сейчас прожимайте лайк. Действительно, вот просматривая статистику канала, заметил, что более 75% зрителей все еще не подписаны. Ну, ребята, пожалуйста, спуститесь под видос. Тыкните на эту красную кнопку. Ну, вам это 2 секунды сделать, а вы все еще не подписаны. Ну, смотрите же видос. Подпишитесь, колокольчик врубите. И в розыгрыше поучаствуйте, и канал поддержите. Ну, сделайте. Ну, это 2 секунды вам спуститься под видосом. Прямо сейчас это можно провернуть. Ну, и жмите лайк киберспортсмену. И смотрите сейчас внимательно, какую странную позицию выберет артиллерия. И заметьте, вот наш герой, во-первых, четко вот в тот момент, когда его там артоводы расстреливали, он четко походу запомнил, откуда летели фугасы. Вот это отличает киберспортсмена от обычного игрока. Вот это память на события, которые потом могут пригодиться. И здесь он приблизительно видел, откуда стреляла вторая артиллерия. И заметьте, в чем еще прикол. Сейчас объясню. Вторая арта очень невыгодно выбирает, выбрала сейчас себе позицию. Потому что от камня строение башни этой арты такое, что мы увидим ее раньше, чем она будет иметь возможность откидаться по нашему танку. Ей нужно бы было стоять. Я не раз рассказывал про вот эту имбовую позицию для арты в квадрате К1. Когда ее там защищают кусты. У нее там все шансы дать первый выстрел. И даже пересветить наезжающего на нее врага. А здесь просто вот так вот на халяву киберспортсмен наш растаскивает ситуацию. Один против восьми. Я думаю он однозначно заслужил вашего лайка. И ребят, большая просьба. Подпишитесь на канал, кто еще этого не сделал. Ну 75% не подписанные. Вы не представляете, как же мне это обидно. Ну а на этом все. Итоги перед вами. Два других видоса тоже. Увидимся, парни. Пока-пока.